Председатель правления Люберецкого общества жертв политических репрессий отмечает юбилей. В доме ветеранов, где чествовали Аду Подколзину, собрались ее друзья и коллеги. Дай Бог вам здоровья, долголетия. Вы замечательный человек, очень думающий, мудрый. Я вам скажу, объективно оценивающий все происходящее. Ада Александровна очень ответственный человек, очень беспокойный. Ада Александровна во всем любит порядок и точность. Лицомеров видит сразу. Разбираться в людях научила жизнь. Это фотография моей семьи. Это старший брат, мама. Я здесь мне 14 лет. Сестра, мы с ней двойняшки. Это младший брат. Эта фотография сделана в 1951 году. На снимке вся семья. Не хватает только отца. Весной 41-го года его арестовали по зловещей 58-й. Поступило заявление от соседки, что якобы мой отец вечером был в компании, с друзьями разговаривали. Якобы он неосторожно отозвался о Сталине. Наутро пришли, отца забрали и больше мы его не видели. Десятилетиями мы чувствовали всякие, как говорится, припоны для нас. Мы считались семья врага народа. Ада долго разыскивала отца. Когда нашла, было уже поздно. Чтобы узнать причину смерти, писала даже в Кремль. Ответ пришел – погиб в заключении. Несмотря ни на что, Ада Александровна получила хорошее образование и связала свою жизнь с медициной. В 2004-м возглавила в Люберцах общество жертв политических репрессий. Многие жители даже не знали, что у нас есть такая категория людей, которые пострадали в те страшные времена. Что они реабилитированы, что они страдали, что от них отворачивались. Они некоторые даже до сегодняшнего дня не знают, где могила отца. Сегодня в городском округе Люберцы проживает 241 человек, чью семью коснулись сталинские репрессии. Они – учителя, врачи, железнодорожники, строители. В октябре Люберецкое общество жертв политических репрессий отметит 30-летие. Я бы пожелала всем нашим реабилитированным и людям Люберецкого округа, чтобы они были здоровы. Чтобы здоровье сегодняшнее у них было завтра лучше, чем сегодня. И я хочу и вам пожелать хорошего здоровья молодым.